всем здарова всем привет вы на канале гамбита здорово народ и у нас уже вышел небольшой почт ноут от реально небольшой но очень важный пол что с новое обновление во вторник у нас выйдет знаете так небольшой и венте к флане и фрита вот и мы будем фармить теперь и фрита и на самом-то деле в теме и фрита есть четыре реликвия не знаете кстати еще одна реликвия потерялась вот реально где-то она потерялась потому что у нас есть два две реликвии которые были в вентах 1 за 900 гемов и здесь 4 итого 7 но должно быть 8 потому что всегда за 900 гемов идет плюс 1 реликвия дополнительно то есть где-то реликвия потерялась я не знаю конечно можно сыграть в рубрику помогите стримеру найти реликвию но здесь по большей части пойдет не об этом то есть дать его выходит небольшой и фрит выходит еще парочка минимальных обновь и все но здесь по большей части уже хочу предупредить скажем так ребят пушка коллаб обалденный коллаб чертовски крутой милинка 6 просто пушечка даже 16 она кайфовая но просто хочется ее сделать 6 6 то есть и милинка и шеон тоже взрывная машина и еще дополнительно 6 героев под этих двоих но это ну это вкусно это сочно это кайфово но есть одна маленькая проблема а которая заключается в новом году потому что скоро уже будет как бы новый год а там ну знаете по в разрабы любят нас баловать любят нас очень сильно баловать бесполезным фестивалем два года подряд просто выходит светлый эсканур но в великолепнейшем баннере следующим за ним выходит темный мел который его просто хоронит потом в прошлом году выходит светлая лизонька и такая типа ребят а у нас архангелы снова в мете и следующий же герой выходит синий мел который до сих пор является крайне валуевным и сильным героем даже в пвп не говоря уже о том что у него есть кто то потенциал для пве контента то есть вот вот это синий мел то есть да там были свои именно приколы свои нюансы в плане выхода героев такого формата но уже близится новый год в ближайшем скажем так времени возможно даже в среду это мы увидим нового сигурда у что разработчики что-то там говорят в плане нового героя и это должен быть сигурд вроде бы как даже его анонс должен быть вот в среду вот эту среду потому что разработчики показали нам вот эту тему с камилой так давайте нас камила вот зеленая камила она выходила тоже на третью неделю кол了吧 ну а то есть очень неприятно очень неудобно но она выходила это был оверлорд он тоже шел три недели вроде бы как overlord точно уже не скажу короче выходила overlord на 3 неделю вышла камила так само сейчас у нас коллагр идет 3 недели возможно на третью неделю выйдет еще какой то герой по типу сигурда только камила ну то есть как камила только segurd такого формата то есть возможно что-то вкинут на ближайшие еще так пару недель, и вот уже ближе, скажем так, к концу этого месяца ставка больше на 3 декабря, но может быть и 26 ноября. То есть 26 ноября 3 декабря по старому расписанию разработчиков должен выйти что-то уже интересно фестивальное. Ну, то есть, позапрошлом году это был светлый Escanor. Вот. Позапрошлом году выходил величайший Escanor светлый, классная машина, вообще, в принципе, прикольный герой, типа, визуально смотрелся обалденно, ну и пытался играть. Скажем так, у него интересная механика. И в прошлом году это выходила Лизонька. Где эта Лизонька наша? Вот, это светлая Лизка, которая тоже попыталась поиграть, но потом ее мел банально закрыл. И это было два героя, которые умели снимать стойку, поэтому оверлорд тоже немножко закайтили именно вот краскоролевой Лизкой. Вот, но это был еще первый выход оверлорда такого формата, это было еще в прошлом году. В этом году ждем тоже, возможно, что-то бесполезное в плане фестивалей, но что Escanor, что королеву Элизабет объединяет один очень важный факт. То, что витрина и герои в этой витрины были чертовски великолепными. Вот, серьезно говорю, чертовски великолепными. И после этого фестиваля Лизки и Escanor выходил следующий фестиваль с мелом. И если брать уже Мильодаса, то это, скорее всего, король Лионеса, Мильодаса, который нам уже вроде как где-то анонсировали, где-то там в сливах говорили о том, что будет король Милов, король Лионеса, Мильодас. Ну, то есть под Демиурга, Деминический Мед, такого формата. Возможно, Мил выйдет сразу в начале декабря, то есть не в начале января, а в начале декабря. То есть здесь аккуратнее. То есть сейчас коллаб идет великолепно. В районе 300 гемов нам накидывают просто через ивенты, билеты такого формата. Нам нужно потратить 300 гемов для того, чтобы закрыть первую ротацию. На вторую ротацию смотрите сами. Стоит идти, не стоит идти. Я сейчас предупреждаю в этом формате для того, чтобы в дальнейшем вы не выходили на фестиваль без гемов. Ну, то есть коллаб, он классный. Ну, особенно для молодых игроков, он вообще великолепный, потому что это, во-первых, очень много новых героев, которые в дальнейшем не повторятся. Как я всегда говорил, к сожалению, здесь меня уже уделали. Элар Лиска, Нанаши для молодых, а это обязательные герои, потому что они, известно, сейчас играют Аслахов, Бесполезный. Но Мигельда, Йормангар, Танар, а очень классные герои. Красная Маргарет, тоже классный Бесгерой. То есть, ну, Аслахов просто сам по себе фановый. Редкий герой. То есть, баннер для молодых игроков, которые вот только начали играть и получили кучу героев. Ну, это классно. Это реально классно. В дальнейшем они будут развиваться только так. То есть, здесь хороший баннер для новичка. Реально. Блин, давайте так для всех. Потому что старые игроки больше акцентированы на 6.6 милимку и вообще на коллекционирование всего коллаба. То есть, хотя бы по одной копии получить. Поэтому здесь уже думайте сами. Потому что пора немножко тормозиться. Коллаб пора ставить уже потихоньку на паузу. Не, можете докрутить до ротации первую ротацию. Вторую ротацию все-таки я вам уже, если вы еще фритоплей игрок, я не советую вам идти уже на вторую ротацию. Все по тем же самым причинам. Потому что два новогодних фестиваля должны быть очень вкусными. И, по большей части, у нас витрина будет еще висеть, ну, недельки полторы, наверное, где-то так, да? Можно подождать к концу этой витрины. Ну, то есть, когда нам анонсируют герои, возможно, нам анонсируют какое-то продолжение. То есть, например, того же самого Сигур, для того, чтобы понимать, когда он выйдет. Он выйдет на третью неделю коллаба, либо он выйдет уже после коллаба, чтобы после коллаба было бы логично. То есть, именно по времени. То есть, коллаб идет три недели, потом две недели Сигурда и третьего декабря уже полноценный выход в фестиваль. Поэтому здесь будьте аккуратны. Просто маленькое предупреждение именно отталкивать от прошлых годов. Потому что первый фестиваль всегда был классный в плане наполнения героев. То есть, возможно, там будет Бальдер, возможно, там будет Гельда, возможно, там будут Хаус Артуры, Гаутеры, Ксранхапами, да, типа красные фестивальные. То есть, там должно быть крайне сильное наполнение фестивальными и обыкновенными героями. Мы этого ждем. Ну, а потом выйдет просто фестиваль, который, скорее всего, полностью сломает всю мету. Но витрина будет так себе. Вот реально, вот, 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 вот так себе. Поэтому просто ждем. Потому что на данный момент у нас именно такая идея. И мы слишком фанатеем от коллаба, потому что я буду еще больше записывать видосов. Мне нравится коллаб, мне понравилось, миленько, мне понравилось. Шион вообще обалденно. Я еще не дошел до стримчиков, где мы будем просто сидеть, фармить четвертый этаж. Потому что он сейчас просто автофармерский. Шион великолепно. Просто великолепно. Поэтому, если вы играете фритоплейщами, уже будьте аккуратны. Если вы донатите в игру, ну, просто информация на заметку. И да. То есть, шо, минутка спонсора. Хочу порекомендовать вам Палатка Шоп. Магазин, в котором вы можете совершать покупки в любой игре. А также в Блокман Гоу. И что самое важное, по самым низким ценам. Магазин работает уже второй год, имеет тысячи отзывов и идеальную репутацию. А сами заказы выполняются не более 15 минут. Более подробная информация в их телеграм-канале. Ссылка в описании. Просто идея новой Милем заключается в том, что даже при 1.6 она наваливает очень неплохо. У нее есть определенная ультозависимость, при том, достаточно-таки сильная ультозависимость. Но де-факто, давайте так. ПВП-герой. Он полноценный ПВП-герой. Да, я немножко хочу похитить Милемку, которая выдает лютейшую тонну дамага. Я хочу немножко похитить в том формате, что она особо никак не играет на команду. То есть, если оттолкнуться от тех героев калабных, которые у нас уже как бы есть, так давайте чисто по расам, потому что в основном все калабные герои, которым не нравятся, они все неизвестные. Возьмем Демиурга. Демоны, да, но он баффер. Он за каждого демона. 5% базовых характеристик, 10% демаш редакшена, уменьшение исходящего урона от оппонента. Все, это классный командный герой. Поэтому он останется надолго. Та же самая тема с Фитторией. Она вроде бы как и демаш дилер, но снимает все дебафы и накидывает 50% шанса крита и 30% дополнительного исходящего демаджа. Если у нас фулл-АЗ-шка, ну, тут где-то, вот здесь, вот, 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 вот. Власть Королева, она дает всем. Власть Королева. Снимает ослабление, увеличивает шанс критического удара плюс 5% и увеличивает исходящий демадж героев на 0,3% за каждый процент оставшегося АЗ, то есть дополнительно 30%. Это тоже отчасти командный герой. И Фиттория обалденно нашла себя вместе с Мелим. Потому что одна скидывает очень сильную АУЕ-шку, вторая скидывает очень сильную АУЕ-шку, после этого никто не переживает. И Фиттория была тоже, как бы, именно чисто, как соло-герой, но все равно она могла быть командным. Отчасти, хотя бы, она может быть командным героем. И она сейчас неплохо играет с Мелимкой, но вот проблема в том, что Мелимка в дальнейшем это соло-герой. Ну, то есть, она не будет ни с кем комбиться особо. Это просто будет какой-то взрывной ДПС и она должна дамажить. Хотя ладно, она дамажит сейчас сильнее всех в игре. То есть, на данный момент демэж Мелимки в первом раунде сильнее факт. Возможно, в дальнейшем, в ближайшем времени, либо в далеком времени это изменится. И так же самое, как и Фиттория, которая постоянно используется. То есть, если вы придете на стримчик, хотя бы разочек, там, в 2-3 стримчика я поиграю на Фитторию, потому что она мне нравится. Это королева по обычке. В элитке она чуть похуже, в элитке лучше раскрывает себя Тор, в обычке лучше раскрывает себя Фиттория. И так же самое с Мелимкой. Ну, она будет раскрываться и там, и там, в любом случае. Она и там, и там будет возвращаться. Неважно, что будет выходить в дальнейшем, Мелимка будет возвращаться. Но просто, на данный момент, возможно, пора там докупить косты, какие мы хотим за гемы. Например, ну, я купил Мелимки за гемы и планирую купить еще Шион за гемы, потому что, ну, типа Шион, я планирую ее очень много использовать в ПВЕ-контенте, она очень классная там. Но, наверное, по большей части все. Ну, возможно, там донат на красивые костики. Второй костик показывать не буду, сами посмотрите. То есть, такого формата. Я думаю, типа, еще немножко подкинуть деньжат в плане визуала, заодно дополнительно поднять ГПшку. Ну, и все. Дальше, там, покрутить Сигурда, возможно, потому что у меня есть месячная подписка, я могу там попробовать до первой копии покрутить Сигурда, может, он какой-то интересным будет. И дальше уже копить на новогоднем фестивале. Поэтому здесь, ребят, аккуратней. Ну, и да, еще остается прям реально открытый вопрос. Помогите стримеру найти седьмой релик? то есть, без, ну, я его не нашел, честно вам скажу. Мировой квест вроде не было. Здесь, вроде бы, как только одна реликвия. Ну, то есть, вот, одна реликвия есть, и все. Раз реликвия, здесь магазин обмена тоже была только одна реликвия, два реликвия. Все. В новой обнове четыре реликвия, это шесть. Посчитайте, сколько реликам нужно на коллаб? Ответ, семь. Где релик Лебовский? Это и все, что я хотел сказать под финалочку. Так что, ребят, спасибо большое за компанию. Я предупредил, просто видео, ну, совет, не знаю, ну, такого формата, поэтому, потому как, ну, скоро Новый год. Новый год, ну, там явно будет что-то очень вкусное, поэтому, возможно, дальше даже не одна ротация. Так, чисто, чисто по кайфу. Ну, это у меня все. Спасибо большое за компанию. До скорого, народ, свидимся в следующем видосике, ну, либо же на стримчике приходите, они тут достаточно-таки часто, и не обязательно вечерние, еще и ночные, и утренние. Когда дойдем до компата, да, запускаем стримец, поэтому берите себя. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok